Горожан на дни открытых дверей. 129 латвийских хозяйств готовы на три дня окунуть городских жителей в сельскую реальность. Репортаж с Кирманты Бальчуты. Деревни это совсем другие запахи, звуки, ощущения. При помощи открытых дней горожанам хотят раскрыть сельские прелести. Идея акции началась с такой маленькой идеи, что люди могли бы ехать в деревню и посеять для себя морковку. А потом уже осенью поехать и убрать морковку. Кто будет эту морковку летом полоть, вопрос пока открытый. Идея открытых дверей вызвала неожиданно большой интерес со стороны крестьян. Отозвались целых 129 хозяйств, в том числе и животноводческие. Айвар Стабулевич с каждую свою козу знает в лицо, а их у него почти две сотни. Говорит, внимание и ухода эти животные требуют немало. Но благодарность они дают полезное молоко. Для многих городских детей это становится настоящим откровением. Я очень рад тому, что побывав у нас, дети узнают, что молоко мы получаем, подоив козу. Что его не производят сразу в бутылках или упаковках, что стоят на полках в магазинах. У детей появляется представление о том, где молоко у коз скапливается и как их доят. По словам животноводов, коза это вовсе никакое не ругательство. Потому что козы очень милые и отзывчивые животные, которые очень любят общаться. И это очень нравится горожанам, которые приезжают в деревню получить дозу радости. Прокукарекал петух, кошка пробежала по тропинке, залаяла собака, а из соседнего хутора потянула свежим хлебом. К приходу гостей латыши издревле пекут круглый каравай. Тесто клали к краю абры и гладили. Левой рукой крутят вокруг своей оси, а правой гладят. И обе руки двигаются одновременно и быстро. Возиться нельзя, иначе тесто скатится вниз. Выпечь коржаного хлеба это целая философия. Вращение против часовой стрелки избавляют каравай и человека от всего, что накопилось в прошлом. А потом тесто приглаживают по ходу солнца. У хозяйки Дуна зимой было так много гостей, что даже кленовые листья, запасенные для выпечки хлеба, закончились. Нравится то, что они говорят, такое чувство, как в гостях у бабушки ты побыл. Потому что тут все как дома, как в деревне, все по-настоящему. И все они почувствуют и попробуют этот хлеб каждый сам сделать. Очень-очень нравится, скажем, если зимой приезжают от пипер-кукс. Тогда они вообще... Ну, в России есть пряники, но нету пипер-кукс. Каждому гостю дают с собой собственноручно выпеченный каравай. Открытые дни в деревне состоятся с 16 по 18 мая. Список участвующих в акции хозяйств доступен в интернете. Скирма Табачёта, Анди Скримс, телекомпания ТВ5. Сегодня на пикет Кришской думе.